Микс Ньюс. Мы живём рядом, но живём ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии вновь программа «Культ Просвет». И на этот раз наша вариация на тему, а именно беседа о визуальном с Данилом Вяткиным. Если вы помните, ещё до пандемии, в прошлом году мы провели целый цикл бесед на эту тему. Мы говорили о городском плакате, мы говорили о визуальном шуме, о визуальной пыли, которая наполняет наши города, которые, к сожалению, перегружены информацией, информацией, которая на нас нападает. Рекламное пространство очень агрессивно. Ему необходимо завоёвывать умы и кошельки потребителей. Поэтому мы перегружены информацией. И сегодня мы поговорим скорее об обратных процессах, которые, возможно, стимулировались именно пандемией, которая, к сожалению, захватила мир уже с ранней весны этого года. И несмотря на то, что именно из-за этой пандемии нам не удаётся продолжать тесное творческое сотрудничество с сегодняшним нашим гостем, с художником, с графиком и книжным дизайнером Данилом Вяткиным, мы всё же вышли сегодня в эфир, дабы увидеться и поговорить вместе с вами, уважаемые радиослушатели, о изменениях городского пространства в период пандемии. На самом деле, думаю, что вы у нас наблюдательны, вы гуляете по городу, особенно когда было время периода, когда всё было закрыто, и наверняка заметили, что вы сами, ваши эмоции, ваше пространство, но и город как таковой тоже меняются. Об этом мы сегодня поговорим с Данилом. Напомню также, что начиная с мая месяца этого года, мы встречались с разными представителями творческих кругов интеллигенции, как это говорилось раньше, и говорили о искусстве в период чумы, если мы говорим о пандемии, образно говоря, мы говорили о театре. Сегодня поговорим о городском пространстве. И сегодня по скайпу к нам подключился из Петербурга Данил Вяткин. Данил, здравствуй. Привет, Денис. Рад с тобой снова общаться на балконе. Хотя вот такая удалённая форма, конечно, это новенькая. Давай, в общем, что-нибудь поговорим, попробуем. Мне, конечно, очень сложно сейчас оценить всё-таки, ну, прямо скажем, вы там, а я здесь, да, поэтому сложно оценивать какие-то процессы, которые происходят там у вас, да, потому что ты видишь их по рассказам, по каким-то фотографиям, а оценить его непосредственно своими глазами, да, как-то сложно. Вот, но я постараюсь передать то, что происходит вот тут у нас в Санкт-Петербурге, вот, и, возможно, попробуем, возможно, вы найдёте какие-то, мы найдём какие-то параллели между тем, что происходило или происходит у нас, и то, что происходит у вас. Попробуем. Я хочу только напомнить нашим радиослушателям, что они являются неотъемлемой частью нашей беседы, и поэтому прошу вас участвовать в нашей дискуссии сегодня по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также, пожалуйста, посылайте ваши комментарии и размышления на номер в WhatsApp и SMS 206191, 206191. Итак, я думаю, что мы могли бы начать с середины марта этого года. Кажется, прошло уже очень много времени, и ощущение, кстати... Слишком много, слишком много времени уже по ощущениям. В том-то и дело, что категория времени тоже изменилась. Такое ощущение, что время растягивается, оно как-то замедляется. С другой стороны, я помню, ты говорил, что вроде бы ощущение того, что ты мало передвигаешься из-за того, что были какие-то запреты, ограничения, а время бешено бежит. Давай, может быть, начнем с категории взаимосвязи пространства и времени. Какие у тебя наблюдения за эти, ну, назовем так, полные 7 месяцев? Потому что, если ты помнишь, мы встречались в Риге в середине марта, потом посетили Берлин, и оттуда, собственно говоря, тебе на перекладных удалось все-таки бежать... Да, это смешная, конечно. Обратно в Питер. Смешная, но для меня была довольно смешная, как опыт, а для кого-то довольно неприятная. Нет, ты вел дневник, ты вел видеодневник, я помню. Ну да, видеодневник я вел тогда, такие путевые заметки, путевые видеозаметки по поводу того, как это все происходит. Что касается времени, да, ну, такое ощущение, что мы вот этот год как бы живем, по большому счету, вне времени как таковом. То есть, вчера ночью пришла в голову такая иллюстрация вот этого всего. Представляете себе палочек, которые зачеркивают заключенные, когда сидят в камере, да, они ставят 4 вертикальные или там 5, или сколько там их нужно. А потом перечеркивают, потом ставят еще. И если человек сидит долго, да, и перечеркивает палочки, то такие штуки заполняют там стену, да, там какое-то большое пространство. Так вот, у меня такое ощущение, что вот эта линия, которая состоит из этих палочек, она свернулась в такой знак бесконечности. И мы вот рисуем эти палочки, перечеркиваем их, рисуем еще, и они вот по вот этой перевернутой восьмерке, положенной на бок, бесконечно так друг к другу перетекают, и мы перечеркиваем все те же одни же и не те же палочки, и никак не можем понять, когда же это все закончится. Вот. Поэтому ощущение времени, да, ну, какое-то совсем-совсем не такое. То есть мы вроде поживем, да, все на что-то надеемся, но не понимаем, никогда мы не сможем приступить к какой-то адекватной деятельности, и приступим ли, и вернемся ли мы в какое-то адекватное, нормальное русло обычное, да, а, за другой стороны, а было ли оно обычное, да, может, нам просто повезло жить в какое-то такое время, в котором, да, можно было все достаточно свободно делать. А сейчас как раз это обычное для человеческого времени, время какого-то, какой-то странности, да, какой-то подвешенности, да, и именно в такой ситуации, да, и надо продолжать жить. Может быть, это интересная версия, но я хотел задать вопрос, ты сказал, что, может быть, это и есть нормальное время. Иными словами, ты думаешь, что подвешенность, о которой ты говорил, неизвестность, неясность, это естественное состояние современного человека? Да я думаю, не только современного. Любой эпохи? То есть, начиная с древних времен, мы говорим о Золотом веке, да, так или иначе, кто-то говорит там, о Финдусьеке, о Белепоке, там, и так далее, и так далее. То есть, всегда есть... Ну да, конечно, китайская культура, да, которая считает, что мы движемся от Золотого века к все большему и большему разрушению и так далее. Да и греческая мифология была наполнена деградацией. Да, опять-таки. Я слышно? Да, 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 вполне, да. Ага, хорошо. Вот, если не ошибаюсь, у Носима Талеба была такая книга, я не помню, как она называется, но там описывалось как раз то состояние, когда, что, в принципе, нормально то, что мы не знаем нашего будущего, да, ничего не планируем, и именно из-за этого, да, появляются такие какие-то и возможности, да, и вот эта вот пластичность, возможно, которая может появиться благодаря тому, что мы как бы точно не знаем, что будет, не готовы, точнее, готовы к любым абсолютно изменениям и переменам, да, у нас нет уверенности в том, что, да, 100% все будет хорошо, там, 100% все будет плохо, неважно уже, просто нет этой стопроцентной уверенности. Это на самом деле правильно, и потому что это единственный правильный путь, мы почему-то привыкли, что, да, все как-то вот движется к чему-то доброму, хорошему, и только так будет, да, но почему, почему мы должны быть в этом уверены, кто нам об этом сказал, кто нам в этом, кто нас в этом убедил. Ну, может быть, об этом нам пыталось нашептать общество потребления, которое обещало нам мобильность, некоторое легкое поверхностное отношение и к связям, и к эмоциям, и, может быть, даже к прошлому. В центр ставилось удовольствие, будь то телесное, будь то эмоциональное, будь то удовольствие от шоппинга, иными словами, человек становился таким гиперсексуальным существом, которое находилось и передвигалось со скоростью самолета в поисках удовольствия, да, и это поддерживалось дешевыми авиакомпаниями, сколько раз ты просто садился и приезжал в Ригу, да, то есть, как бы полтора часа полета, и ты уже в другом пространстве, да, и, по сути дела... Я всегда предпочитал автобусы. Предпочитал автобусы. В них есть время подумать. В них есть очарование, да, я согласен. Есть очарование, есть время подумать. В самолете, если он не летит 5 часов в 10, времени подумать обычно не очень много. И тут получается, что все это удовольствие, вся эта сумма удовольствия, она вдруг резко была перекрыта, и вот скажи, пожалуйста, есть ощущение, что, условно говоря, начиная с марта месяца, теперь жизнь можно делить на а, вот тогда-то до и теперь, или же это все-таки будет эпизодом? Насколько глубоко отпечатается это время в нашем коллективном сознании, как думаешь? Я не знаю, как это ощущается, скажем так, у вас в Европе, но у нас в России иногда складывается ощущение, что действительно немножко все это поделилось на до и после, потому что вот это пространство, которое сейчас у нас есть, оно достаточно, и вообще российское пространство, оно достаточно гомогенное, что ли. Вот есть, конечно, Петербург, Москва, которые там живут немножко другой жизнью, но в отличие от Европы, достаточно много разных культур намешано на достаточно небольшой территории, то у нас все так немножко ровным слоем по территории, и везде все более-менее как-то похоже, что у нас достаточно единый язык, например, везде, то есть у нас достаточно мало различий между разными регионами, то есть все равно вот этот единый диалект какой-то есть. И поэтому есть ощущение, что вот это вот явление, оно очень сильно влияет, на самом деле. То есть ты реально чувствуешь себя в некоторой изоляции от других каких-то культур, потому что и от другого какого-то мира. Ну и, конечно, много всяких других, факторов на это воздействуют. И да, вот иногда складывается ощущение, что вот а вдруг вот, например, границ, границ, например, не откроют по какой-то причине. Вот вообще. И что с тем делать вообще? Как жить? Как жить в мире, да, в котором вообще, в принципе, невозможно перемещение за границей вот этой своей зоны, своей территории и так далее. Ведь на самом деле мы же тут не так давно стали кататься по миру. Вот. И не так давно стали вообще что-либо видеть. 30 лет, но это ну это не сказать, что прям совсем мало, да, это все-таки довольно приличный срок. Но тем не менее, это не значительно все равно даже меньше, чем во многих других странах. просто в силу того, что происходило у нас до 91-го года. Вот. И потом, сколько было еще 90-е, когда тоже далеко не всякий человек мог куда-нибудь выехать и так далее. И до сих пор многие люди, да, они живут в мире, в котором переезд, он как бы поездка, да, куда-нибудь, она довольно такая странная события. До сих пор вот, то есть мы еще не адаптировались к тому, что вообще, в принципе, можно куда-то ехать, а уже ехать опять нельзя, например. Это очень странное ощущение. Вот. А те, кто адаптировался, для них, для них это тоже в войне такая странная история, потому что только что было можно, а теперь опять почему-то нельзя, да, что случилось, почему, каким образом, и неужели так останется. Вот. И поэтому, да, есть такой шанс, ну, как будто нам напомнили, что вот это ваше счастье, там, замечательность и все такое, оно как бы вообще очень очень-очень-очень. На самом деле, я могу с тобой согласиться в том смысле, что если фантазировать и пытаться в какой-то степени нагнетать это эмоциональное состояние, которым, к сожалению, каждый из нас, конечно, в какой-то момент подвержен, то вот я, например, подумал, как бы, когда мы последний раз виделись в Берлине, я до сих пор помню ту фразу, которую ты сказала, когда ты садился в поезд, так довольно, в самом начале это было для нас обоих довольно странно, то есть город постепенно вымирал, да, этот переполненный людьми Берлин, где все всегда пульсирует, движется, бежит и дышит, и вдруг этот город стал затихать и вымирать. И ты тогда сел в поезд и сказал, ну, это ненадолго, а уже прошло 7 месяцев. Я за 7 месяцев, год назад, я за 7 месяцев побывал бы 14 раз в Петербурге, да, по меньшей мере, да, и это бывало так, что я успевал возвращаться к тому спектаклю, который снова через 10 дней появлялся в репертуаре, да, то есть это было приблизительно так, как будто бы я, что называется, сбегал в соседний город. Теперь это изменилось, и вот я, например, даже тоже подумал в какой-то момент, а представь себе, если, вот допустим, мы вообще больше никогда не увидимся, то есть там не пожмем руку, не сходим в бар, да, или там погуляем по музеям. Скажи, пожалуйста, значит, я понял, что вот эта эпидемиологическая ситуация у вас в обществе накладывается на травму политическую, да, то есть что закрыли скорее по, то есть вы по политическим, вернее, нет, не закрыли по политическим причинам, это понятно, то есть в марте месяц спокойно ездил. Нет, ну да, конечно, есть вот это ощущение, есть вот это ощущение. Ну, есть же мнение, да, что вполне себе возможно, что вполне, ну, эта ситуация, да, это отличная ситуация, чтобы использовать ее в политических целях. А, она практически идеальная, вот, потому что, да, все можно свалить на пандемию, да, и прекрасно себя чувствовать. и любые, любые какие-то изменения, они вполне могут быть оправданы, и, ну, и главное, непонятно, что сказать в ответ, да, потому что, на самом деле, если следить за ситуацией и у нас, да, и в мире, ну, по крайней мере, то, что я вижу, никто же не знает, что делать, в большом счете. То есть все что-то делают, но никто, на самом деле, не очень, ну, никто, на самом деле, не знает, что делать, да, носить маски, ну, вроде бы носить, да, а, вроде как другие говорят, а зачем? Причем, и те же самые специалисты, это бы с другой стороны, никто не знает, давайте введем карантин, давайте, после 23, давайте введем после 23 комендантский час. Надо? Надо. Или не надо? Никто не знает. И почему после 23, например, да? И почему после 23, да, например? Вот. Поэтому, ну, да, можно, мне кажется, использовать это вполне себе. И наша политическая ситуация, да, она как бы тоже вызывает как бы подозрительность и такое напряжение. По-моему, не кажется, в крайней мере, не всегда кажется, что это может кончиться добро. Получается, что вирус становится политическим и культурным ресурсом, да, капиталом своеобразным. Например, в Польше можно не допустить демонстрации против запрещения абортов, скажем, списывая это на то, что гигиенический протокол запрещает, например, да, или там не собирается. Ну, в Польше таком, в Союзе, это происходило регулярно. Иными словами, получается, что вирус – это в какой-то степени проверка и стабильность демократии. То есть, например, я не сомневаюсь по поводу возвращения гражданских свобод во Франции, в Германии, в Италии, но у меня огромные сомнения по поводу Польши и Венгрии, например. Страны, которые стремительно скатываются к диктатуре. Особенно в Венгрии. Я, конечно, не политолог. Да здесь, по-моему, любой может запить. Но я вполне считаю в себе, считаю, что до этого. Вот. Но вообще-то, да, вообще все это очень странное впечатление производит, конечно. Ты говорил, ты говорил. А, да. Извини, я тебя прервал. А, нет, я просто хотел продолжить про опустевшие вот эти города, да, и про то, что мы, да, как бы живем в странном пространстве. Позволь мне, пожалуйста, перебить тебя до того, как мы выйдем в город. Давай еще останемся, насколько я понимаю, ты сейчас ведешь трансляцию из квартиры, да. Квартира тоже есть часть городского пространства, та часть, в которую мы так или иначе всегда возвращаемся, неважно, как поздно и неважно, как мы себя там чувствуем. Но мы так или иначе, если мы не бездомны, мы возвращаемся в нечто, названное домом. Поэтому вопрос в связи, вот когда ты прилетел обратно из Берлина, да, как бы затихающего города, ты попал в город, который долгое время еще по инерции двигался, шумел и так далее, были полные мостовые, но ты вернулся домой, я понял, что у вас тоже было что-то вроде комендантского часа. Или я путаю? У меня был карантин, да, во-первых. Нет, просто это было не комендантский час, просто все были закрыты, все заведения, запрещено было проводить тусовки и какие-то вообще мероприятия. И да, был там запрет на... В Петербурге все-таки это было как-то помягче, в Москве было пожестче, но все равно было странно выходить в обычный час пик на улицу, да, и не видеть пробок, например, и переходить с улицы в любом месте. Ну, такое, знаете, ощущение от просто апокалиптического какого-нибудь фильма, где главный герой идет один по пустому городу, там какие-то заброшенные машины, собаки бегут, собаку машину запретишь. Вот, и можно в любом месте переходить с улицы, да, потому что все равно они приедут. Что у вас довольно сложно в обычной герой? В центральную улицу Петербурга, там на Невске, да, и не видеть там народа. Хотя вот уже весна, и уже люди должны были выходить, там никого нет. Странно выходить было на, не знаю, там на улицу Рубинштейна, которая всегда кипит, бурлит, там масса всяких заведений, ресторанчиков, кафешек, и они все закрыты, да, ты идешь как бы... Есть очень... С одной стороны, это очень странно прикольное чувство, да, потому что такого как бы не часто увидишь вообще, на самом деле. Вот. И это такое новое ощущение, а с другой стороны, конечно, страшновато. все, все, что только что кипело, бурлило, да, оно становится таким замерзшем и в ожидании. кипит и бурлит. Ну, кипит и бурлит означает, что все время кто-то заходит на твою территорию, на территорию твоего личного пространства, можно и физически, и в переносном смысле, я знаю, там можно наступить тебе на ногу, можно толкнуть тебя плечом или ткнуть зонтиком, метро переполнено, и так далее, и так далее, и тут вдруг этих людей совсем немного. Было ли в начале какое-то ощущение, я не знаю, облегчения или того, что, ну, наконец-то можно, что называется, развернуться, пройтись там плечи и так далее, то есть не было ощущения, что сначала это все здорово? Да я думаю, что даже да, в некотором смысле, да, это было интересно. Где-то глубоко в голове, там у меня проснулся маленький, маленький мальчик, который, надев черную маску, представлял себе ниндзя, который ходит по пустым улицам и выполняет какую-то миссию, да, или что-то такое вот, например, было. То есть ты начинал как-то играть с городом, да? Ну, конечно, да, ну, а что делать? Просто больше-то играться ни с чем, да, поэтому приходилось как-то это самое, компенсировать. Ну, потом, конечно, это стало, ну, странно ощущаться. А я, например, был свидетелем сцены, когда милиция приехала там в заведение, закрытое причем, вот, и пыталась всех отвезти в отделение. Отделение, когда заведение было закрыто, например. Вот, вполне себе под предлогом пандемии это было такое, как бы, что это было? наезд, попытка, попытка вымогательства заведения. Не очень понятно. Чем, чем это закончилось? Ну, тогда как-то умудрились, умудрились, в тот раз, когда я присутствовал, умудрились договориться каким-то образом, то есть, без, нет, не в смысле договориться, да, не в смысле договориться, в смысле день, а в смысле просто объяснить. Но, но, до этого была ситуация, когда так просто не получилось, и там несколько человек ехали в отделение. с каждой репликой ты пытаешься вырваться из квартиры и попутешествовать по городу. Мы еще туда вернемся, но я хотел все-таки побыть в какой-то момент в квартире, да? Я понимаю прекрасно, что это может быть интуитивное желание выйти за границы этого закрытого пространства. Скажи, а вот по возвращению, вот как ты провел этот карантин? У тебя поменялось каким-то образом восприятие своего пространства? Многие говорили о том, что находили время взглянуть на свою квартиру по-другому. Не обязательно сразу клеить новые обои или шторы заказывать, но речь идет о том, что люди могли неторопливо побродить по своей квартире, неважно, какого она размера, может быть, что-то заметить, что раньше не замечалось, я не знаю, может быть, какие-то фрагменты лепнины, или, не знаю, там рассохшуюся доску, или просто посмотреть, что между оконными рамами. Не возникло, что ты квартиру как бы смотришь под микроскопом. Да нет, всегда есть чем заняться, на самом деле. Вот. Да, художник может работать удаленно, где угодно. В том пределах, в том пределах, поэтому не всегда есть чем заняться, и я бы не сказал, что у меня освободилось куча времени для того, чтобы рассматривать мух, которые у меня между рамами там зависли, например, такие-то. Вот. Поэтому, нет, количество дел-то не изменилось, на самом деле, количество меня. У многих изменилось, да, у многих, кто перестал ходить на работу, например, у них поменялись привычки за это. Есть какие-то примеры, может быть, из круга твоих знакомых и приятелей, кто чем-то, может быть, занялся новым. Вот у меня есть несколько примеров, что один художник решил вдруг варить мыло, и мыло его расходится по городу и стало популярным. И у кого-то другие вещи. кто-то начал вести новые дневники, кто-то засел за пьесы даже, кто-то стал шить что-то, то есть как бы люди действительно стали искать какие-то новые моменты, как занять себя. У тебя было что-нибудь? В моем окружении больше пить стали. Больше пить стали. Извините за прямое слово, но да, да, пожалуй, это такая такая тенденция. Кто-то вообще все это время провел где-то, ну, у кого-то кто-то вообще провел все это время там за городом, Вот, то есть когда появилось время того, чтобы уехать вообще в принципе из городской среды, потому что в городе находиться бессмысленно надо было в долгое время. Мне зачем, если есть возможность куда-то уехать, и люди это делали, и появилась какая-то. Но когда ты это еще сможешь не присутствовать, у тебя нет необходимости сто процентов существовать в городе, потому что постоянно какие-то дела, встречи, все такое, да, несколько месяцев, да, что-то такого, там, где-нибудь в Комарково, в Дачном поселке, еще где-нибудь, да, что-нибудь там под Питером. Вот, это, конечно, такое интересное новое ощущение. Ты говорил уже об опустевших мостовых, о том, что можно выйти и, скажем, ходить, и ты не встретишь той толпы, которую встречала обычно. Я вспоминаю просто короткое сочинение Бенуа, когда он описывал свое путешествие в Версаль и советовал посещать этот дворец и город и парки именно ранней весной и зимой, а не тогда, когда большинство туристов туда стремится и все кругом зелено и пышно. И он говорил, что только тогда, когда там меньше людей, когда нет этого шума, можно разглядеть что-то новое. Скажи, так как я знаю, что ты очень любишь петроградскую сторону и ты часто гуляешь там. Удалось ли тебе, когда схлынул человеческий поток, обнаружить, увидеть, разглядеть в городе что-то новое? Открылись ли какие-то пространства? Потому что Бенуа говорит, что тогда парки и дворцы оголяются, но они шепчут о чем-то новом. А тебе кто-нибудь что-нибудь шептал? Хороший вопрос. Я не могу привести конкретных примеров. Но да, пожалуй, есть вот это ощущение каких-то местных пространств, которые ты, может быть, не зашел бы обычно, потому что либо ты спешишь, например, либо постоянно кто-то что-то там делает, не знаю, работает, живет, какое-то движение. периодически, да, это, ну, наверное, мешает, можно так сказать, тому, чтобы посмотреть на эти места как-то, скажем, ну, не торопясь. Вот. Когда никого нет вокруг, да, ты свободнее иногда себя чувствуешь в этом плане. Никаких открытий, никаких сюрпризов, приятных или неприятных не произошло за это время? Я бы, я бы, я бы не сказал, что есть просто конкретные какие-то места или конкретные какие-то события, да, вот прямо вот что, давайте сходим вот туда, например, или там, ребята, будете в Петербурге, зайдите вот в эту историю. Такое действительно, такое есть, но оно как бы не складывается в какие-то такие картинки. Но само восприятие, само восприятие города, оно, конечно, изменилось. Вот это вот вот это опустение, да, оно позволяет посмотреть на на город, потому что когда, когда, не знаю, ходят люди, горят в витрины, город совсем другой. Это все перебивает то, ну, архитектуру, да, какую-то, композиции, какие-то взаимосвязи. Да, потому что мы там бежим по тому же самому Невскому и смотрим, а здесь музыканты играют, здесь какая-то там очередь непонятная, здесь люди какие-то тусуются, вот, а когда вот этих раздражающих факторов нет, а здесь в витрине что-то выставлено, да, интересно, а сюда бы в кафешку я зашел, да, вот, выпить. А когда нет этих, скажем, раздражающих факторов, то пространство воспринимается как-то более монолитно, более цельно, более неприступно при этом, да, потому что закрытые двери ресторанов, баров, кофеин, магазинов, да, они как бы не способствуют, потому что туда зайдешь, но при этом больше привлекает внимание, потому что смотреть-то больше не на что, вот, и поэтому начинаешь видеть просто-просто это пространство совсем-совсем с другой стороны, как будто ты в некотором роде смотришь на это в первый раз, вот я вспоминаю, когда я первый раз приехал в Петербург вообще, в принципе, вот у меня было похожее ощущение, то есть, ну, тогда было ощущение не от города в целом, а сейчас именно от пространства, от домов, от зданий, от дворцов, от храмов, от того, как они друг с другом, друг на друга смотрят, да, как они взаимодействуют в пространстве, так далее. Еще вопрос, скажи, пожалуйста, может быть, именно когда притихла человеческая толпа, обнажились какие-то фасады, которые до сих пор закрывались, например, большими интенсивно сменяющимися рекламами, какими-то большими видеоэкранами, на которых что-то пищало, светилось, и выпрыгивало. Экраны как были, так и не остались. Городского шума не стало меньше в смысле информации? Нет, кое-чего, конечно, стало, потому что, ну, понятное дело, что видеоэкраны такая штука, которая стоит денег, да, и там много... Потому что у нас они потухли, извини, что перебариваю, у нас на какое-то время эти большие экраны в городе потухли, то есть их просто выключили, и они стояли такими серыми асфальтными плитами, но на фасадах. Ну, ну или в крайнем случае вот так, да, то есть они сами к себе никто не делись. Интересно, мне интересно было больше наблюдать на вот какой-то полиграфии, которая развешивается обычно у нас, это так называемая черная расклейка, вот, все эти афиши мероприятий, концертов, еще чего-то, да, ее обычно много, такой серьезный элемент визуального такого, визуальный, серьезный элемент визуальной части, да, города, и много внимания к себе привлекает, достаточно, ее там везде понатыкана в разных видах. В связи с приостановкой деятельности концертной, там, какой-то еще, было странно видеть, как одна и та же афиша, да, которая раньше менялась там раз в неделю, она висит с марта, и анонс концерта, который должен был быть там где-нибудь в конце марта или апреля, он висит в конце апреля, в мае, в июне, и афиша постепенно выцветает, ветшает, становится такой неприглядный совсем, да, какой-то такой странный, и такое, и такое явление было таким, то есть они не отвалились совсем, да, они остались, но они как будто как остатки какой-то былой цивилизации немножко выскрипались, было ощущение, что можно прямо вот раскопать ты уже не просто смотришь на афишу, ты смотришь на какой-то артефакт времени, той эпохи, которая была, то есть уже разделение на до и после есть, а вот в той эпохе, которая была, там приезжает группа такая, или будет опера такая, или спектакль такой, вот, и реклама в метро, да, которая не выцветает, с одной стороны, она висит там месяцами на этаже, тоже странное ощущение, опять, это тоже такое, дает ощущение застывшего времени какого-то, который никуда не движется и только-только вот постепенно и склевает, и склевает, и склевает. Но летом ведь произошел своеобразный рестарт, да, когда общественная жизнь снова ожила, когда уже не было столь много ограничений, я прав, произошло это у вас? Да, потихонечку, да, потихонечку возвратилось все обратно, так. И сейчас у вас, то есть в Западной Европе сейчас цифры заболевших столь стремительно растут, что предполагается, что во многих странах этот локдаун или шатдаун вернется, иными словами, это дубль-2, и во многих странах ограничения уже столь интенсивны, что они почти напоминают ситуацию в марте, в апреле. Скажи, а, извини, давай перервемся, у нас есть один звонок радиослушателя, я надеюсь, ты услышишь его. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире. А, нет, увы, не получилось, но может быть вернуться. А, да, вот вторая попытка. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что господин коронавирус запущен с целью парализовать планету, укротить человека, экономику, а госпожа лаборатория цветет и пахнет, и потом у нее задача, чтобы потом парализовать и типировать, вакцинировать человека. А, скажите, а кто запустил, у вас есть версия? Нет, к сожалению, версии не последовало. Прошу, Данил, твоя версия. А, вы знаете, мне кажется, у такой штуки, как вирус, нет мозга, и она не может придумать такой сложный план по чипированию населения. Поэтому вряд ли у коронавируса план по чипированию населения. Ну вот, по крайней мере, мы могли успокоить нашу радиослушательницу. И давай вернемся теперь к людям, потому что только что был, собственно говоря, пример того, как люди воспринимают этот вирус. Это одна из, мне кажется, распространенных версий и теорий. Вернемся к людям. Значит, с одной стороны, они немного исчезли из пространства, с другой стороны, не заметили ли ты изменения, общения между людьми, то есть стали ли люди избегать друг друга, увеличилась ли та самая пресловутая дистанция, я не знаю, у нас, например, там в Берлине было полтора метра, в Риге это два метра, у вас тут тоже ведь наверняка полтора, да. Повлияло ли это, допустим, я не знаю, на людей, которые случайно сталкиваются у полок с товарами в магазине. Я тебе упомяну один вариант, когда я в одном из супермаркетов случайно лоб в лоб встретился с другим неизвестным мне человеком, которая тоже шла за этим товаром, и я отпрянул, пытаясь соблюдать эти пресловутые два метра, она сказала, ну подождите, обиженно, я ведь не кусаюсь, на что я выпалил, вы знаете, я тоже, и представьте, как у нас такое братание было, да, скажи, пожалуйста, что-нибудь, ты замечал, как изменялось отношение людей к друг другу? Да, конечно, большая нервозность осталась здесь. То есть, люди опасались приближаться к другим? Да, много людей, особенно пожилых, которые, как зачастую, весьма подвержены разного рода заболеваниям. Нет, не заболеваниям, а скорее влиянию каких-то вот того, что там где-то говорят, что-то, что-то сказали, там еще чего-то, конечно, это повысило нервозность. Во многом. У нас, прости, у нас еще один звонок. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот в связи с этим вирусом, вот как бы людей вообще успокоить, что им лучше выпивать? Например, раньше, когда мы болели, грипповали, ВРЗ, там еще что-то, мы пили вот чай с малины, там, да, ноги парили горчичным порошком, банки ставили, лечились. А как сейчас людям успокоить, не то, что это как бы это невидимый который нельзя полечить? Может быть, все-таки как-то можно простыми метами тоже с ними бороться? Спасибо. Спасибо вам. Вот, пожалуйста, Даниил, теперь от тебя зависит будущее планеты. Это очень интересно. Знаете, для того, чтобы успокоиться в этой ситуации, я предлагаю всем пить хорошее вино и хороший коньяк. Ну вот, две версии. Закусывая это, не знаю, хорошим сыром или оливками, например. Я, ну что, как я могу ответить на такой вопрос. Я же не этот собственный, я же не врач. Для того, чтобы успокоиться, да, спокойно поговорить в компании, в компании каких-то близких людей, вот, и, да, хорошее вино и хороший коньяк. Кстати, насколько я помню, в этот период ты сам решил читать другим людям сказки на ночь, что тоже может действовать успокаивающе. Да, вот, кстати, пример того, как люди находят какую-то новую нишу. И ты читал, если я не ошибаюсь, сказки о медвежонке и ежике. Да, 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 это Виансон. Да. Ну вот, это одна версия семейной чтения. Еще один звонок был, но, к сожалению, сейчас прекратился. У нас осталась, а нет, вот еще одна версия. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Знаете, Олег, меня зовут. Очень приятно. Надо относиться ко всему этому, как к бактериологической войне, по сути дела, да, и не паниковать, и просто почитать, как сказать, курс, который я лично проходил в школе, как себя надо вести при бактериологической атаке, понимаете? И надо спокойно ко всему относиться, и не нагнетать панику, и не делать то, что, вот говорят, маски носить. Значит, надо носить маски. Не потому, что там полезно, не полезно, понимаете? Если благодаря вам умрет какой-то человек, то задумайтесь о цене жизни одного человека. Сколько она стоит? Я задавал как-то этот вопрос. Сколько стоит жизнь одного человека? И тогда все встает на свои места. Успехов! Спасибо большое за это предупреждение. Действительно, вы правы, жизнь человека порой цена одной маски, которую можно купить, нужно купить, и нельзя забывать носить. Хотя в публичном пространстве, например, вчера таксист мне сказала о том, что это все выдумки, а потом заявила, и я очень обрадовался за нее. Она сказала, если я не хочу умирать, так я и не умру, заявила она. То есть, это, в принципе, акт человеческой воли, по ее мнению. Видите, как все просто. Итак, мы заканчиваем наш разговор, время бежит очень быстро. Скажи, пожалуйста, чего больше всего тебе не хватает в нынешнем периоде? Вот если бы была твоя воля, допустим, отменить какие-то запреты и что-то снова начать делать, куда-то ходить, куда бы ты первым делом отправился бы? Что бы ты сделал, когда вдруг объявится, скажем, радостная вещь, что все закончилось, все привиты, и вируса никогда больше не будет? Ого! Если, если это все равно правильно. Закончим оптимистической антиутопией. Да, 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 да. Ой, столько планов, столько планов. Ну, первое, вот представь себе, ты вышел бы из этого пространства, все снова позволено, все вернулось, что бы ты сделал? Я, 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 да, но, наверное, наверное, ну, первое, что мне приходит в голову, это услышать какую-то чужую речь, вот как очень хочется. Вот. Просто для того, чтобы... чужую мысль на другом языке, или... Ну, иностранную, да, очень хочется. И немножко философский момент, а что бы ты делал после всего этого, после пандемии, по-другому? Что бы ты особенно ценил, что бы ты пытался не упустить, не пропустить, не заметить? Ну, пожалуй, сложно, 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 очень много мыслей по этому поводу, на самом деле. Ну, наверное, я максимально пользуюсь всеми возможностями, которые, которые, которые есть. неважно, что это такое. Ничего, и ничего, наверное, не откладывать просто, потому что не очень понятно. Ну, то есть, это еще накладывается на возраст, и на все остальное. И вот так вот, ощущение того, что вот так вот неожиданно, да, все твои там обычные привычки и какие-то там желания, да, они могут быть бац и накрыты медным тазом. Да, оно очень странное. Поэтому, конечно, да, в первую очередь стараться, по крайней мере, ничего не откладывать, делать, делать, как только предоставляется какая-то возможность. Ты знаешь, вроде казалось, что это будет последний вопрос, но казалось он предпоследним. Потому что у меня возник еще один вопрос, пометуя о том, когда я посещаю Питер, то я вижу, первое, насколько велик русский язык в том смысле, что он может играть с понятиями, прятать какие-то слова, надевать какие-то странные костюмы на фразы. Скажи, пожалуйста, корона уже обосновалась в языке, а она стала, допустим, предметом языковых игр, скажем, жонглирования каких-то завуалированных моментов? Да, пожалуй, да, пожалуй, уже вошла в некотором роде. Ну, естественно, все эти издевательства типа корова вирус, там, макаронный вирус, но это уже немножко отошло, потому что эти игры немножко надоели всем. Вот, но в каком-то виде, да, это уже есть, и, да, как только появляется слово, там, вирус, оно автоматически уже ассоциируется именно вот с этим явлением, например. И это много, много таких-то других мелких проявлений, мелких таких проявлений в языке, когда становится, обыгрываются уже ситуации, связанные именно с этой пандемией, с этим вирусом и так далее. Не знаю, какие-то, например, вещи по поводу того, что, а давайте съедим что-нибудь необычное, например, да, какие-то такие вещи. Или позвоните в Китай, пусть съедят и что-то что-нибудь необычное, да, например, что-нибудь в этом духе. Ну, это, конечно, на уровне шутки все, но эти шутки же понятно, откуда берут свое начало, да, из каких-то там слухов, рассказов, там, новостей, всего остального. А у нас в Риге будет поставлен вскоре комический балет «Два метра». Угу, прекрасно. Вот так мы реагируем на этот вирус. Наше время, к сожалению, подошло к концу, но я рад, что нам удалось в переносном смысле благодаря сегодняшнему разговору побродить по опустевшему Петербургу, увидеть, как полиция приезжает и пытается открыть закрытые пространства. Мы услышали, как, к сожалению, притихло и рекламное пространство, появились какие-то новые аллюзии на корону, люди стали играть с этим понятием, и в то же время мы поговорили о том, как меняется сам человек в этом закрытом пространстве. Я очень надеюсь, что вскоре это пространство будет открыто, и ты снова станешь гостем нашей студии здесь уже очно. Может быть, с идеей новой книги или выставки, потому что совсем недавно как бы прошел год с тех пор, как ты устраивал в Риге здесь выставку в музее Жаниса Липке, и вплоть до конца лета этого года можно было видеть твою выставку в шкафу. Спасибо большое тебе за твое время, за беседу. Не в шкафу ее можно было видеть, ее можно было видеть в музее. В музее, это верно, но выставку называли в шкафу, да, извини, да. Ну да. Хорошо, но в любом случае можно было заглянуть и в шкаф, да. Итак, спасибо большое нашему гостю. Сегодня мы беседовали с художником, с графиком, с книжным дизайном из Петербурга, с Данилом Вяткиным, и это была программа беседа в визуальном. Данил, большое спасибо, крепкого тебе, здоровья и твоим родственникам, и до следующей встречи. Я сердечно благодарю также и наших радиослушателей за комментарии, за вопросы, и благодарю моего коллегу Родиона Золотарева за обеспечение очень качественного эфира. Всего хорошего и до следующих встреч. До свидания. Спасибо всем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok